Всем привет! С вами Олесь Селезнева. В этом видео я расскажу, зачем нужна аромавизитница и как ее сделать. Итак, аромавизитница это первый и основной, один из основных инструментов в бизнесе, связанном с парфюмерией. Для чего она нужна? С помощью аромавизитки мы знакомим человека с нашей продукцией и можем подобрать аромат, основываясь именно на запахе, в котором сохранились базовые ноты. А далее, когда человек уже определился по блоттерам, какой ему запах нравится, мы уже можем нанести его на руку, чтобы посмотреть, как он раскрывается на коже. Итак, думаю, что с этим понятно. И следующий момент, как же сделать аромавизитницу? Вам для этого потребуется самая простая, самая дешевая, обычная визитница, которая продается в любых канцтоварах. Условие, которые нужно соблюдать при покупке, она должна быть самой простой из синтетического материала и не должно быть запаха. Когда вы нюхаете, запаха нет абсолютно никакого. Большинство визитниц, которые кожаные, более плотные, имеют такой резкий синтетический запах. Конечно, в этом случае она нам не подходит, потому что запах ароматов будет перебиваться. Дальше, непосредственно нам нужны сами картинки с ароматами. Нам нужны плоттеры. И нам нужна, конечно же, папочка с ароматами, которые мы будем наносить на плоттеры. Такие картинки можно заказать в компании, либо скачать макеты, распечатать самостоятельно, и у вас также будут готовые картинки. Итак, приступаем. Первым этапом мы должны все картиночки вставить в нашу аромовизитницу, будущую. Выкладывайте так, чтобы все картинки, когда их листаешь, были в одном направлении. Так будет интереснее, так будет удобнее смотреть. Видите, тогда таким образом, когда человек листает, все картинки в одном направлении лежат. То есть, вот так, вот так, не приходится крутить. Готово. Следующий этап. Мы берем блоттеры, берем ручку и номеруем каждый блоттер. По номерации, которая указана уже в будущей аромовизитнице. После того, как все листочки будут пронумерованы, мы берем номер, соответствующий написанному, и наносим аромат именно капелькой, чтобы аромат у нас хорошо-хорошо пропитался. И буквально вот так вот несколько капелек мы капаем. И выкладываем их для того, чтобы аромат хорошо впитался и просох. Времени занимает много, но поверьте, это самый мощный, самый нужный инструмент, который является неотъемлемой частью для достижения вашей цели на пути к вашему успеху. После того, как ароматы нанесены на блоттеры, им нужно дать просохнуть не менее часа. Ну а после того, как они просохли, останется совсем немного взять блоттеры и расставить их по номерам. Ваш основной рабочий инструмент готов. Он ждет своих клиентов. Делайте аромавизитницы. Я желаю вам много хороших и лояльных клиентов. С вами была Олеся Селезнева. До следующих видео. Всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры подогнал «Симон»!